Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы прошли по древнему крипту в поисках какого-то раствора для местного алхимика, который назывался Белый Флакон. В итоге мы его получили, и сейчас нам нужно возвращаться обратно в Индхельм. Надеюсь, этот старик еще не погиб, потому что выглядело ему закон плохо, честно говоря. Идем обратно по ледяной пещере к выходу и двигаем. Кстати говоря, там где-то у нас была... Да я-то берегусь, ты осторожней. Где-то здесь у нас был крипт, я думаю, не следует ли его. Я думаю, сейчас мы пойдем в Индхельм, зайдем квест, а потом уже сходим... Так... Где-то вот здесь у нас находится еще один крипт. Или даже знаете, как сделаем? Мы... Так, подожди. Мы сейчас пойдем к деревне, распродадим. Хотя у нас продавать-то, по-моему, нечего. Даже не знаю. Я запутался. Я сегодня весь такой противоречивый. Короче говоря, что-то я пока никаких криптов не вижу. А вот он, собственно, нарисовался на карте Градаре. Градаре. Вот и он. Где-то здесь. Давайте сходим и посмотрим. Отметим его на карте. Или не отметим. Где он вообще? Вон он наверху. Посмотрим. Смотря, как он называется. Да и просто по настроению. Мне кажется, у него надо заглянуть. Потому что, честно говоря, Хабара особого. Я с последнего похода не словил. А здесь, я думаю, все-таки что-то будет полезное. Он какой, стуженый. Высота Йорк Рим. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Ой, 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 ой. А это обычные дровы. Даже скелет. А где вы напарник? А вот. Вот у нас в лакаришу подался. Хорошо. Эксперт мне явно не светит открыть. Попробуем. Пять отмычек. Если с пятью отмычек не открою, то... Уходим. на похоже не светит помог в таком вот нужно ключи работать нет ладно греста бы не мое не мой навык к сожалению возьмем хотя бы стальные свитки я думаю здесь конечно будет спуск куда-нибудь но раз нет так нет на нет как говорится и суда нет все идем обратно бинтхельм потому что такое извините расшибся слегка у нас на карте указки нет вообще что это там такое ну вот этому потом исследуем сейчас я думаю нам бинтхельме нужно разобраться кстати говоря мальчишка тот точным тихо медведь я думаю с тобой справлюсь медведь может быть умер сложная тварь белый медведь самый опасный зато шкура дорого стоит так напарник ты где нет вставай одному мне страшно стуженая стуженая местность так это что за камни камни силы среди них я смотрю нет ну его тихо полки но ты чё передумал нет ну как знаешь делу ваш делу ваш где-то здесь у нас деревенька сколько времени кстати 6 утра практически блин вот как меня раздражает что его мне эти хрени торчат уж какую серию ведь никакого похоже метода борьбы то с этим нет здесь у нас тоже и кстати говоря хозяева охотник на какой-нибудь охотник костер горит значит он тут недавно был в горд пошел закурил пятух люди все спят тут у нас лесопилка да дом ничего особо то тут и нет двигаем к винтхельму красивая природа суровый но красивый край как я уже говорил и там у нас кто-то идет кто это такой ты кто я родом из сиродила но скайрим мой дом и я ничем не хуже любого но не могу спорить баран уйди с дороги сейчас на шашлык тебе тут и смотри прям эскорт тут волков я порупал во время похода сюда ну и ладно ну и ладно все почти пришли хорошо надо будет вон туда навязываться в горы или вернее вон туда вот там у нас маги темные надо будет их вырезать всех подчистую не люблю темных магов очень магов не люблю не люблю играть за магов не люблю пользоваться магией уж темных магов у которых в инвентаре как правило лежит человеческая плоть надеюсь когда-нибудь нам удастся узнать друг другу педик что узнаю друг другу лучше темных магов не люблю тем более хорошо как бы в такую вот клетку не попал за то что гонца того привязал ну я думаю это было полезно потому что в итоге нам какой-то открылся то ли квест или что на поиск сокровищ не знаю время покажет решетка конечно знатная так алхимик у нас был где-то вот здесь надеюсь он уже проснулся надеюсь он еще не умер потому что это дело всей его жизни дан мир и предпочитает выпивать клубе новые дни хорошо 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 так ну что дай мне знать если тебя что-нибудь приглянется папашка то где или учитель похоже наверху там дрыхнет нету за стулом сидит готова шеф обязательно меня отвлекать я почти нашел что искал что такое белый флакон гендарный сосуд создана еще в те времена когда skyrim только покрывался льдом он сделан из обработанного магией снега самого первого снега который лег на склоны глотки мира считается что любая жидкость налитая во флакон сама собой восполняется для меня алхимика это истинное произведение нашего искусства создавать что-то из ничего это это поэзия понятно мне удалось найти флакон но он разбит он он соответствует всем описанием флакона которые мне попадались но если жидкость в нем не удерживается но и ничего не можем узнать наверняка как же он оказался разбит вот что бывает когда поручаешь работу кому-то шеф он был такой логично сомневаюсь чтобы у тебя охватила знаний повредить флакон ты добазаришься по-моему точно не было это конец а теперь извини я что-то не в настроении развлекать гостей уверен ты сможешь закрыть дверь с той стороны вот тебе за труды 5 золотых ах ты гнида ты посмотри какая сволочь и бездельников нечего там шататься ты что ж за сволочь то такая тебя даже убить не будет чё ты как вообще к этому относишься подожди ну ладно я хочу поблагодарить тебя за помощь я знаю мастер иногда бывает очень мелочным даже мне все пять септимов дал мне очень жаль это слышать пусть флакон и разбит я все равно считаю что твои усилия достойны большие награды деньги давай теперь извини мне нужно ухаживать за на релеоном я могу хоть немного облегчить его последние дни 500 золотых уже тоже что-то мастер слегка не сдержан но я столь многому у него научился да ладно дело в том что я попытался его убить но он не дохнет так что может не беспокоиться за его здоровье он бессмертный так я тебе могу отдать из зелья те ничего не дам меня жала задушит нити нечего давать я думаю нам с тобой стену нужно в таверну ты куда пошел нужно что-нибудь клинки и шлемы практически все необходимое так вот это эти пожалуй продам это все-таки пожалуй продам я тебе этот топор потому что мне нравится кинжал не все-таки у меня прокачивать скрытность там потом с кинжалом будет больше возможности не знаю почему-то мне охота с кинжалом хоть так что держи по одежде я дам тебе прочный щит стальные брони и сапожки у тебя я могу взять себе я наверно ничего у тебя не куплю и физки кинжал кстати говоря но похуже моего а вот напарнику своему я могу дать скажем были дорого стоит даже не знаю но с другой стороны если я не дам ему оружие получше то он не будет очень хорошо с ними справляться даже не знаем давайте купим я не уверен что он возьмет его в руки если он не возьмет его в руки это будет печально ну да ладно я даже не буду сохраняться это все таки тоже отыгрыш роли своеобразно как получится если нужна броня стену я хочу обменяться с тобой вещами и от золотишка никогда не отказываюсь держи вот те такой меч не дай бог ты его не возьмешь эти приблить просто взял пошли ну молодца значит надо быть об в будущем переодеть в броню получше кстати говоря у тебя брони то нет брони нет вот тут у нас у паренька на стоял или вот тут только они сейчас куда-то все разошлись ну ладно доблести не бывает это просто внушают солдатам чтобы были готовы идти на снег я бы с радостью путешествовала так пошли в таверну короче говоря чё там хотел таверну я уж не помню а я хотел до ночи переночевать и ночью поискать убийцу кто тут орудит хотя я не уверен что таким образом я кого-то найду скорее всего тут просто нужно общаться общаться с людьми таким образом мы выйдем на убийцу давайте сначала пройдемся ночью по городу возможно мы что-то и увидим так сколько время 9 давайте еще подожди принадлежит не мне ну ладно подождем вот так часиков до двух ночи до пол третьего ты не знаешь ничего про убийцу мы распускать руки с сусанной если она флиртует то только ради вот я тебя забыл спросить так что не слышно в последние не доводилось бывать в святилище азуры понятного построили темные так ладно надеюсь когда-нибудь нам удастся узнать друг друга я понимаю почему норды так любят я понял кто-то морозный воздух просто живителем для легких так ищем я честно говоря не сильно тут ориентируюсь все еще а ну стоять сюда нельзя что произошло то еще одна девушка убили сусанна из очага из универсу сама всего пару дней назад она мне выпивку приносила но в общем вот и все наше знакомство как ее убили также как и остальных похоже сперва и и закололи а потом стали расчленять на вид как будто дикий зверь подрал но видишь эти раны явно от оружия это уже не первый случай я конечно об этом уже прекрасно знаю но сусанна уже третье всегда одно и то же молодая девушка убита ночью тело разорвано на части кто-нибудь расследует это убийство идет война у нас забрали почти всех людей нам просто некогда мы и так еле справляемся печально но это правда тебе не нужна помощь и если хочешь помочь поспрашивай этих зевак может быть они что-то видели я хочу осмотреть тело пока до него не добрались крысы понял так теперь кровь на снегу тут у нас что еще поставленных в активные все хорошо всегда грустно когда кто-то умирает тебе удалось что не заметить извини мне кажется я видел как кто-то убегал но я его не рассмотрел хорошенько чешите пользу когда еще одна жертва это просто ужас так не надо менять учиться лазать по карману что тебе удалось заметить я услышала крик и прибежала сюда но она уже блин симпатичная была девушка теперь передоком кверху лежит что-то не так тебе удалось что им заметить нет извини но я заметила что ее кошелек был не тронут так что это явно не грабеж извини мне нужно подготовить тело к погребению мое сердце скорбит окла не расколот и щит им перцы считают нас всех дикими зверьми все свидетели опрошены все как обычно никто ничего не заметил мерзавец опять сбежал позвольте мне помочь вам наверняка можно до чего-то докопаться слушай если ты думаешь что справишься лучше чем легион стражников вперед действуй но сначала поговори с ее орлифом пусть он даст тебе полномочия а то нельзя же чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования если он разрешит тогда мы поговорим за дурака сейчас можешь ответить что такое вообще разговаривают как с говном так мне видимо с местным представителем власти надо обговорить этот вопрос но я думаю квест интересно детективная история прямо таки здесь мы еще не были королевский дворец это похоже имперское поселение да короли вместо ярлы прямого ответа он настоящий но он образуется я не был бы столь уверен мы перехватили курьера из салитюда империя сильно давит на вайдра и что по-твоему я должен делать если он не с нами значит он против нас ему об этом известно им всем известно сколько еще мы будем ждать считаешь я должен отправить балграфу послание более ясно да надо воткнуть меч ему межрёбер мы опозорим его захватив город послание и с ней некуда значит ли это что мы готовы к открытой войне наберись терпения я настаиваю они все заслуживают смерти как и их ныне мертвый король смерть торуга и была моим посланием ярлом кто бы не пришел на их место всем нужна будет поддержка нашей армии мы готовы только скажи посмотрим как пойдут дела в вайтране если мы возьмем город без боя тем лучше но если нет народ на твоей стороне боюсь что не весь многих еще предстоит убедить тогда пусть они умрут сражаясь за своих ложных королей мы слишком долго были солдатами и знаем цену свободе дадим людям время на раздумья тут не о чем думать а как же их семьи галман их дети сражаются под нашими знаменами мы их семьи хорошие слова галман ты ведь знаешь ульфрик за тобой я готов пойти даже в глубины обливиона знаю но скажи мне за что ты сражаешься за то чтобы эльфы никогда не правили людьми а ты ульфрик разве это не то за что сражаешься ты я бьюсь за тех кто умер у меня на руках вдали от дома за их жен и детей чьи имена шептали умирая мои солдаты сражаюсь за нас тех немногих кто смог вернуться домой и не нашедших там ничего кроме чужаков живущих в их домах за мой разоренный народ вынуждены платить долги империи слишком слабы чтобы управлять ими но смеющий объявлять их преступниками за желание быть свободными я сражаюсь за то чтобы жертвы прошлых сражений не были забыты сражаюсь потому что должен сражаться твои слова отзываются в наших сердца ты станешь верховным королем но в день когда слова станут реальностью такие как мы больше будут не нужны когда настанет этот день я с радостью отойду от дел вернемся в настоящее нам предстоит война нифига себе речь задвинули это судя по всему предводитель восстания так йорлиф ты нам нужен я буря держи будет победу за победой так мне было слышать об этих убийствах страшные пришли времена люди охотятся на своих же братьев словно на диких зверей у меня и так не хватает людей если ты хочешь предложить свою помощь я с радостью ее приму я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь да и я сам всегда рад помочь тебе если потребуется хорошо что дальше подожди так почему у меня на него показывает я не великий стратег но лорд ульфрик все равно прислушивается давайте расследовать у нас не так много времени осталось в этой серии я не уверен что в ней мы вычислим убийцу но тем не менее стражники очень неприветливые так идем к месту убийства свидетели разошлись осталась одна странница думает будто нам дать что это ты с эльфийским клинком а нордская сталь недостаточно хороша да это так ну тогда ладно отсюда ведет кровавый след хелгерд унесла тело в зал мертвых чтобы подготовить к погребению она немного сумасшедшая на никто лучше нее не управляться с мертвыми хорошо так что у нас крови почему я почему не показывать сюда так ладно 2 видим мне по второму маркеру куда ведет эта дорога вскоре ох какая пакость вороже и ладно хоть перевели нормально они как-нибудь зло старуха или зло баба как они любят вороже и это конечно тоже не особо хорошо подходит но по крайней мере вот что то так чуть у нас деревья лошади целый день каждый день ты хоть представляешь какие они скучные животные и это представляю какого хрена происходит с деревьями я не представляю так на я видимо зря вышел держись подальше от усадьба ретина от усадьба ретина это место проклято мне сказали а где у нас тут усадьба ретина интересно надо будет туда попозже заглянуть я люблю такие квесты но сейчас мне нужно разобраться с убийцей это будет доброе дело стража прислушивалась к словам виолы мясника бы уже поймали так карта зал мертвых мне надо идти понятно а тут мне что это маркер игрока понятно ошибочка вышла да ладно ты все работаешь ты даешь а вообще говоря может это я давать им только я этого еще не знаю кровище давайте посмотрим что у нас в зале мертвых как-то тут жутковато надо сказать что за трещина вообще ну ладно где-то там уважаемые что-то сдается мне что нет наверное показалось что возможно за этим шкафом что-то есть ладно ищем ищем эту женщину длинный диагональный разрез от левого плеча смотри да как порвали длинный диагональный разрез ты не заметила ничего дедакова мертвая но думаю это вполне обычное дело по крайней мере здесь ну разве что кроме меня извини это я так шучу ты не нашла ничего особенного нет единственное что необычно это формы ран они выглядят так будто бы их нанесли ну такими изогнутыми клинками которыми пользовались древние норды когда бальзамировали мертвых я не знаю у кого в виндхельме может быть нечто подобное кроме меня конечно ты часом не приложила к этому руку я слишком занята подготовкой мертвых к похоронам чтобы множить их количество и я бы не стала рассказывать тебе о ранах если бы их нанесла я ну так то логично и мне правда нужно вернуться к телу потребуется много работы чтобы подготовить ее к погребению так ну что очередной тупик у нас длинный диагональный разрез от левого плеча от левого плеча длинный диагональный ты посмотри какой вспороли так что у нас по этому квесту изучить место я же заручился помощью Йорлифа длинный диагональный разрез от левого плеча длинный диагональ ладно, выходим что-то странное вроде уже заручился поддержкой и властей не испытывай меня эльф не беси меня стражник еще этот ничего не могу сона не так все в порядке ну так да ладно отсюда ведь хелгерт унесла тело в зал мертвых чтобы подготовить к погребению она немного сумасшедшая но никто лучше нее не управляется ну ладно я думаю что у меня уже сегодня голова будет пора спать думаю увидимся в следующих сериях с вами был артур всего хорошего пока 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 а